Кропка. Именно такое, во многом философское название, носит персональная выставка, приуроченная к 65-летию мастера, наиболее известного в Беларуси и за ее пределами, как автора-воссоздателя знаменитого креста Евросинии Полоцкой, Ираке, где сегодня хранятся мощи покровительницы белорусского народа. Несмотря на такую известность, Николай Кузьмич всю свою творческую жизнь раскрывает себя как разноплановую личность, одинаково увлеченную не только религиозной, но и светской тематикой. Небольшой выставочный зал вобрал порядка семи десятков живописных работ в металле. Каждый из которых дышит своей энергией. У каждой свой сюжет. Для меня самое главное, для художника, для мастера, который это делал, контакт с моими работами, энергию смог я пробудить или нет. Мне кажется, ну мне сложно говорить, но у меня задача была, чтобы они все-таки были энергетические. Наверное, это у каждой работы должно быть, чтобы шел бы импульс. Я не знаю, у вас есть это ощущение или нет, но чтобы работы работали, чтобы они, так сказать, вызывали какое-то чувство, ощущение, переживание, чтобы человек погружался в мир, конечно, в позитивный мир, но мог размышлять, радоваться. Кропка, точка. Кто-то воспримет это название как символ законченности, завершенности. Однако сам Николай Кузьмич раскрывает в этом, на первый взгляд, обычном названии вернисажа свое внутреннее состояние. Это не последний штрих или финальный аккорд. Точка – это составная часть многоточия. Ведь какой творческий порыв будет у автора завтра, не знает никто. Кропка – это начало, это многоточие может быть. Это кропка, ну, такое приемное кропка. Земной шар или Млечный путь, или звезды – это точки. Встречаешь это всегда с какого-то объекта. Точка – это начало моего пути, я так подозреваю. Я так думаю, по крайней мере. Это его жизнь. Это искренне, это просто его жизнь. Он как уходит в мастерскую рано, ну, утром, ну, не рано, но 10-11. И может, с летом до 10, до 9, раньше 9-8 он домой не приходит. Как-то выдерживает это все. Какие-то мысли в голове, какие-то движения, какие-то задумки. В общем, энергии у него и задумок, поверьте, еще очень много. Поздравить мастера в юбилейный день пришло огромное количество гостей, в числе которых представители вертикали власти, деятели культуры, коллеги по цеху и, конечно же, самые близкие родные. В праздничный день в адрес белорусского да Винча и Мольера звучали слова признательности и благодарности за кропотливый труд и непростую миссию, миссию автора, художника в металле. Приятным сюрпризом для Николая Кузьмича стал вокальный музыкальный подарок от его земляков из Драгичнищины. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антолу Говкин, телекомпания «Бухтове». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антолу Говкин, телекомпания «Бухтове». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антолу Говкин, телекомпания «Бухтево».